Приветствую вас, зрители моего канала! Хоть МАЗ-520 не пошел в серию, так как был всего лишь экспериментом для повышения грузоподъемности, минчане продолжили экспериментировать, вследствие чего появился этот грузовой автомобиль с использованием агрегатов и узлов МАЗ-500, в котором применили свое но-хау – подъемную третью ось. Новому автомобилю, который разрабатывался в 1965 году под руководством Михаила Степановича Высоцкого, присвоили индекс МАЗ-516. В качестве силового агрегата установили все тот же ярославский дизельный V-образный четырехтактный шестицилиндровый двигатель EMZ-236, мощностью 180 л.с., который разгонял автомобиль до 75 км в час. В паре с двигателем работала пятиступенчатая механическая коробка передач с синхронизаторами. Далее крутящий момент передавался через главную передачу на ведущий двускатный средний мост, который крепился к раме на четырех парадольных полуэллиптических рессорах с балансиром. За средней осью на автомобиле МАЗ-516 внедрили третью неведущую двускатную поддерживающую ось, без которой сейчас нельзя представить ни один грозовый автомобиль, и в среде водителей дальнобойщиков именуемый ленивец. Этот элемент оснащался гидравлическим приспособлением подъема и опускания, которым водитель мог управлять из кабины при помощи пневматики. Внедрение этого ленивца дало свое преимущество. При движении порожняком поднятая ось обеспечивала меньшее сопротивление, а это снижало износ резины и расход топлива. А при нагрузке опущенный мост распределял нагрузку по всем осям, благодаря чему увеличилась грузоподъемность до 14,5 тонн. И весь машины с грузом передавался на дорожное полотно через колеса всех мостов. Передний же односкатный мост крепился на продольных полуэллиптических рессорах с телескопическими гидравлическими амортизаторами. На все мосты установили бездисковые колеса с барабанными тормозами с пневмоприводом. Автомобиль получил трехместную цинометаллическую кабину, опрокидывающуюся вперед для доступа к двигателю. Управление автомобилем осуществлялось при помощи двухступенчатого рулевого механизма, состоящего из винтгайки на циркулирующих шарнирах и рейки зубчатый сектор с гидроусилителем. За кабиной для перевозки грузов имелась металлическая платформа с деревянным полом, открывающейся боковыми и задними бортами. Также была возможность установки тента при помощи железных дуг. Испытания МАЗ-516 начались в 1966 году. Где были выявлены ряд недостатков. В виде прогиба верхней полки лонжеронов рамы под передним кронштейном опоры платформы, недостаточной прочности кронштейнов амортизатора и гидроусилителя руля. И после устранения неполадок и ряда доработок, данный автомобиль был представлен на межведомственных испытаниях в 1968 году. А уже в 1969 году первая партия сосла с конвейера. В 1973 году МАЗ-516 подвергся модернизации. Он получил модернизированную трехместную кабину со спальником, и которая была унифицирована семейством МАЗ-500А. А селвым агрегатом послужил уже новый ярославский дизель ЕМЗ-238 мощностью 240 лошадиных сил, что увеличило параметр грузоподъемности до 16 тонн. И появилась возможность агрегации с прицепом. Данные модели получили уже новый индекс МАЗ-516А и Б. А благодаря применению нового прицепа на МАЗ-516Б, грузоподъемность данного грузовика увеличилась до 24 тонн. И хоть МАЗ-516 с этим подъемным задним мостом не получил широкого распространения, это не помешало выпускать его мелкими партиями до 1980 года. А если мой ролик вам понравился и был полезен, не забываем ставить лайк под этим видео. Также приветствуются ваши комментарии. Желаю вам всего хорошего. Пока-пока.